Ребят, всем привет! Я сейчас нахожусь в районе Паджоу, здесь проходят выставки и сегодня мы Денисом встретимся, посетим очень интересную выставку автомобилей. Цена входа 50 юаней. Сегодня, ребята, мы посмотрим на очень много машин, здесь очень много новинок и они силен в этих новинках. Будут очень много машин красивых, блестящих и не блестящих. Будут очень много красивых девушек. Я так понимаю, все поснимаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В это веришь? Конечно! Посмотрите, у Toyota один из самых больших павильонов. в третий разобрали машину специально чтобы читатели посмотрели что здесь и к чему здесь это все внизу полностью трансмиссия все сразу заглядывают под них надо же посмотреть и же подняли для чего-то ford focus мустанг садимся ребята в дорогой автомобиль после этого нужно будет узнать сколько он стоит блин садиться к нему конечно неудобно моими габаритами запах знаешь как будто бы кошки сходили серьезно я не понимаю либо так кожа пахнет либо что пахнет кошачьей мочой блин но я сижу в дорогом автомобиле круто до свидания 400 тысяч юань так ребят смотрите это объем 2 и 3 она показала цену также есть 5 литровые цена конечно просто вообще немыслимая какая-то крутой автомобиль очень нравится и в принципе за свои деньги очень шикарно выглядит и функционально в россии у нас такая будет стоять я не знаю может быть если подержанная миллион двести примерно а может быть и новая даже мужа ошибаюсь вас подвести да пожалуйста меня куда подвезите пожалуйста сейчас придумаю так иркутск в иркутск поехали велкам у нас пассажир так ребята цена этой машины 2 литра если не ошибаюсь посадка пяти человек триста восемнадцать восемьсот красотища это какая-нибудь неземная посмотрите фонда кстати фонды почему-то маленький очень павильончик ты видел это видел небо интересно смотрите мы сейчас находимся павильоне link о идут посмотрите просто сделали такую штуку все для людей разве куху качели очки по кругу и там можно посидеть а кстати там уже что-то заказать я кстати впервые рядом с такой машиной вот так вот рядом прям круто ощущение вот и формула-1 и все такое сразу же представляется вот это да посмотрите какая гоночка а а а а а а а рассказывает что-то про машину интересно ну а 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 Продолжение следует... Сидели мы в дорогих машинах с Денисом, а я попробую сесть в недорогой автомобиль. Цена его 109 тысяч. Ищу, как открыть багажник. Обычно он где-то здесь размещен, а здесь вот смотрите какая кнопочка. Интересно. А я не посмотрел, но багажник сам не закрывается. Вообще дешевка. Здесь, я так понимаю, представлены все китайские автомобили. Продолжение следует... Новая Камри. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Я на машину смотрю. Да, конечно, конечно. Вот на тут, светящийся. Вот, поглядись, никакие красивые. Это диод. Ребята, мы сейчас, в общем, зашли в зал. Именно в большой-большой зал. Здесь очень представлено много-много всякого дорогого бренда, дорогих машин, дорогие марки. Астон Маркет. Ну, собственно, куда даже и не пускают. Поглазеть, посидеть. Тачки очень дорогие. Ну, и как же без Роуз-Ройса? Фантом. Цена, конечно, данного автомобиля просто завораживает. В России, наверное, он будет стоить от 20 миллионов и выше. Здесь я даже боюсь представить. Это как-то очень смотрится брутально. Мне кажется, самое дорогое из них. Макларен. Безусловно, нравится Мазерати. Красавица. Так открывается. Да, ребята, я здесь сижу, такой вот в машине. Да, спасибо, что он не открыл зеркал. Я не собирался вылазить. Я посижу еще, меня фото. Нормально, говорит, машет головой. Говорит, берем. Что берем? Леня, давай посидим еще, попонятимся. Все смотрят у нас. Так, вот еще в чем прикол. Здесь также есть компании, те, которые занимаются тюнингом. Вот стоят известные бренды Mercedes. Это, наверное, тоже. Да, это тоже Mercedes. И они занимаются тюнингом. Посмотрите. Это все делается по заказу. Вся начинка. Здесь какая-то прям бронированная машина. Дополнительные всякие двери. Может быть, даже бронированные стекла. И посмотрите, как внутри шикарно. Кстати, забыл еще показать. Вот, смотрите, здесь тоже Mercedes стоит. И там все сделано в китайском стиле. Драконы, все под дерево. Очень высокий потолок. Прикольно, необычно. Я почему-то думал, что Alfa Romeo очень дорогой бренд. Я ошибался. Такой автомобиль будет стоить 300-300-800 тысяч. Шикарно смотрится, но я думаю, он более дорогой. Было интересно, прикольно. Ладно, ребята, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok